МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем репортаж из Варны, где проходит турнир по тяжелой атлетике Дружба 84. Сейчас выступают штангисты весовой категории до 110 килограммов. Рывок выполняет венгерский спортсмен Ёжет Ячо. Это один из самых юных спортсменов в этой весовой категории. Он покорил сейчас 185 килограммов. Это большой вес для этого спортсмена. Он был вторым призером чемпионата мира в Москве. Выходит на помост болгарский богатырь Янко Георгиев. Это его второй подход к снаряду. Вес снаряда 190 килограммов. Янко Георгиев пока известен тем, что этот юный атлет был победителем турнира. Международного турнира здесь же в Варне в этом году. Весной этого года здесь в Варне ежегодно проводятся международные турниры по тяжелой атлетике. Это надежда Болгарии в первом тяжелом весе. Второй подход от лета к снаряду. В первом он зафиксировал 182 500. Во втором 190 не получил. Всего теперь третий подход к весу 190 килограммов. Но была та же ошибка, что и во втором подходе спортсмен от избытка силы, можно так сказать, закинул снаряд за себя. Здесь на этом турнире выступают в этой весовой категории сразу три советских спортсмена. Это олимпийский чемпион Леонид Тараненко из Минска, экс-чемпион мира Валерий Кравчук из Кривого Рога и Юрий Захаревич из Димитровограда. Юрию Захаревичу принадлежит мировой рекорд в более легкой категории, но он выше, чем для атлетов первого тяжелого веса. Выходит на помост, готовится выйти Валерий Кравчук. Вес снаряда уже 192,5 кг. В первом подходе Кравчук легко зафиксировал 187,5 кг. Впрочем, такой же вес поднял и Леонид Тараненко. А Захаревич сумел зафиксировать 190 кг и очень легко. Так, второй подход 192,5 кг и теперь, теперь можно уже будет ждать, какой же следующий вес закажут два остальных советских атлета. В этом году на чемпионате СССР в Минске Валерий отлично выступил, став чемпионом Советского Союза. И тогда он в рывке показал только 190 кг. Но зато установил свой личный рекорд во втором упражнении. А это... Место, где отдыхают и готовятся к выходу на помост штангисты. Следующий вес 195 кг. 195 кг. Я напомню, что мировой рекорд 196,5 кг. Леонид Тараненко сразу прибавляет 7,5 кг. Признаться, я думал, что он прибавит 10 кг. Но, видимо, олимпийский чемпион решил собрать, как говорится, все свое сначала, а потом уже участвовать в побитии рекордов. Леонид Тараненко всегда очень долго сосредотачивается. Вот, остается уже только 50 секунд. 195 кг. Покорены. Как это было и ранее. Я хотел бы напомнить, что Леонид Тараненко перенес очень серьезную травму. Посмотрим, как он выполняет упражнения. Практически безупречно. Даже не к чему придраться. И уже на помосте Юрий Захаревич. Вес снаряда уже 197,500. Это на килограмм выше мирового рекорда. И 197,500 уже покорены. Это 24-й мировой рекорд на нынешнем турнире. Ну, у Юрия Захаревича это почти традиционно, когда у него снаряд чуть-чуть остается впереди, и он как бы его догоняет. Ну, и теперь третий подход Леонида Тараненко. Вот, на экранах телевизоров видно 110 килограммов. Это, собственно, вес атлетов. 200 вес наряда. И цифра 3 – это третий подход. 200 килограммов. В этой весовой категории такой вес еще никто не покорял. Какой молодец. Интересно посмотреть, а то в факторе. Четко сажает штангу на плечи. Так вот, он полгода даже не мог тренироваться из-за травмы. А затем, хотя его возвращение на большой помост было под сомнением, возвратился на большой помост, стал тренироваться, выступал на чемпионате Союза и занял там место за пределами даже шестерки. И вот не прошло еще и четырех месяцев, как Леонид Тараненко снова в отличной форме. 200 килограммов – новый рекорд. Запишем. 25-й на этом турнире. И Юрий Захаревич. Третий подход. Вес снаряда уже 200 килограммов 500 граммов. По правилам тяжелой... Да, я бы хотел напомнить, что Юрий Захаревич здесь один из самых легких. Его вес только 105 килограммов 500 граммов. А у Тараненко ровно 110. Так вот, если спортсмена набирает одинаковую сумму в двоеборье, то побеждает, и рекордсменом становится тот, кто легче. А если речь идет об отдельном движении, как, скажем, сейчас рывок, то тот, кто первым выполнил рекордные упражнения, поднял рекордный вестус и становится рекордсменом. Вот поэтому Захаревич прибавил 500 граммов. Вот эта традиционная ошибка Юрия Захаревича не позволила ему на этот раз зафиксировать вес. Снаряд остался впереди. И четвертый теперь уже дополнительный подход на побитие рекорда у Юрия Захаревича. Вес снаряда тот же, 205. 200 и 500 граммов. Ну, Юрий, видимо, так, учел рекомендации тренеров. Прочувствовал, как нужно все-таки ему поднимать. А он мастер РСК. Правда, все равно идет вперед. Но на этот раз снаряд удерживает. 200 килограммов, 500 граммов. 26-й рекорд на этом турнире. Второе упражнение. Толчок. Готовится выйти на помост. Недавний юниор, болгарский спортсмен, Веселин Осиковский. Вес снаряда уже 230 килограммов. Веселин Осиковский довольно легко поднял снаряд на грудь и даже толкнул его, но не зафиксировал. И вот он должен вновь подойти к этому весу. Не безинтересно вспомнить, что Осиковский и Захаревич встречались здесь же в Хаскове на чемпионате Европы среди юниоров. Ну, я потом чуть позже скажу об этом. Ну, вот все еще снаряд тут. Они встречались здесь же в Хаскове. И тогда Юрий Захаревич стал чемпионом, а Осиковский – вторым. Вот видите, легко толкают. Это неудивительно. Еще два года тому назад Осиковский установил мировой рекорд. 238 килограммов. Ну, тут же Захаревич улучшил этот результат на 500 граммов. А сейчас еще один болгарский спортсмен Янка Георгиев. Это его третий подход. Вес снаряда тот же – 230 килограммов. Он уже толкнул 227 500. А воровке у него было 182 500. Так что в сумме у него уже 410. А Осиковского воровке было 180. И когда, после того, как он толкнул 230, он также в сумме 410. Ну, вот Янка Георгиев закончил соревнование набрав 412 с половиной килограммов. Большой запас прочности сил у этого ответа. Ну, а следующий вес... Вероятно, вес снаряда будет увеличен, как всегда, на 5 килограммов. А, нет, еще не закончил состязание Антон Бараняк. У него заключительный подход. Он уже толкнул 227 500. Хорошка, да. Антон Бараняк. В сумме Бараняк уже имеет 402 500. В сумме Бараняк уже имеет 402 500. Прозвучала сирена. Это значит, что остается минута до окончания выполнения упражнения. Научи славянского спортсмена вторая фаза не всегда получается хорошо. На этот раз он справился с весом. И толкнул 230 килограммов. Набирают в сумме 405. Заключительный подход к снаряду. насилий Осиковский на помосте. Ну а Антон Бараняк показал свой личный рекорд. 405 килограммов в сумме. И не исключено, что это рекордчик в Словайке. Здесь же выступал и олимпийский чемпион. Чемпион Московской Олимпиады. Отто Заремба. Он набрал в сумме 397 500. Здесь снаряда было только 232 500. Веселин Осиковский поднял этот снаряд для того, чтобы обойти своего соотечественника Янка Георгиева. Он толкнул снаряд и набрал в сумме. Также 412,5 килограммов. Но его собственный вес на 400 граммов меньше. А здесь такая любопытная ситуация. Осиковский выступал вне конкурса. Георгиев, его результат шел в зачет такой неофициальной командной борьбы. И вот он доказал, что мог бы он выступать вместо. Атлиты продолжают штурм мировых рекордов. Теперь на помосте Веселин Осиковский. Болгарский спортсмен попросил выполнительную попытку, чтобы установить мировой рекорд. Адрес снаряда 248 килограммов на 500 граммов выше прежнего достижения. Веселин Осиковский стал рекордсменом мира. Георгиева. На помосте олимпийский чемпион Леонид Таруменко лидер после первого упражнения и второй подход. В первом он зафиксировал 230 килограммов таким образом, как минимум, обеспечив себе призовое место. 242,500. В случае успеха будет мировой рекорд в двоеборье. Продолжение следует... Тяжеловато встает. Долго держал. Штанг наберутить тяжело встал и попытка не удалась. На билет в сумме 442,500. Но поскольку он легче, то рекорд в двоеборье будет принадлежать ему. У него это второй подход к снаряду. Стоит значительно легче, чем Таруменко. А вот выталкивать ему труднее снаряд, я хотел бы напомнить, что в том году он получил травму и, возможно, это сказывается не самым... Не то, что болит рука, а вот, может быть, психологически. Он даже не пытался удержать снаряды над головой. И не было четкого включения правой руки. А теперь Валерий Кравчук. Вес снаряда 245. На чемпионате Союза в Минске, по-моему, прокрутит 242,5 килограмма. Юрий Захаревич имеет еще один подход к снаряду. Валерий Кравчук. Без Захаревича Ашараненко, без проградов и ралки нахуй. Один подход к снаряду. Валерий Кравчук. Зафиксирован. Третий подход Юрия Захаревича. Все те же 245. Мировой рекорд в сумме двоеборья для атлета в более легкой весовой категории до 100 кг, 440 кг и принадлежит Юрию Захаревичу. Сейчас он выступает в первом тяжелом весе. Почти напрямую стойку вытянул, но тяжело держать. И последний подход к снаряду в этом весе в Сигуре у нашего спортсмена Валерия Кравчука. В последний момент он также пытался установить мировой рекорд, мог и без того его выступление заслуживает у меня. Вот сумму я набрал 437 500, это третий результат. А победил на улице Равенка с мировой суммой 442 500. То есть у Кравчука второй результат, а третий у Валерия Кравчука. И на этом я заканчиваю репортаж о состязании по тяжелой атлетике в армии. Репортаж был один. Редактор субтитров А.Семкин